Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Весна, начало лета – это время борьбы с опасными вредителями многих, в основном, огородных культур. Среди вот этих вредителей, которые прямо атакуют очень часто в этот период наши растения, нельзя не отметить личинок различных мух. Это и ростковые мухи, которые нападают на молодые сходы различных растений. Это и капустная муха, это и луковая муха, и морковная муха, безусловно. Чем же бороться? Существует на просторах интернета немало различных советов, начиная от использования мыльных растворов и заканчивая порошком стирать. Я же в нашем выпуске расскажу вам, с одной стороны, о достаточно известном способе борьбы с целым комплексом различных вредителей. Это и тлицы, катки, паутинные клещи и многие другие. С одной стороны. А с другой стороны расскажу вам о том, как сделать этот метод по-настоящему эффективным. Потому что очень многие жалуются на то, что вот вроде все рекомендуют, везде продается, в магазинах тоже есть, легко доступное средство, натуральное, а не работает, не получается им поработать. Вот сейчас я вам о нем и расскажу. Смотрим. Что ж, использование табачной пыли является одним из наиболее таких доступных, дешевых и практически безобидных для окружающей среды и здоровья человека, и животных различных, в том числе насекомых опылителей и так далее, способов сдерживания целого ряда различных вредных насекомых. В том числе и луковой мухи, ну и многих-многих других. Это касается и тлей, это касается и крестоцветной бложки, безусловно, и многих-многих других вредителей. Но использование табачной пыли имеет такой очень важный секрет. Важным таким активным компонентом табачной пыли являются инсектициды никотиноидного ряда. И, к сожалению, вот как-то мало про это пишут. Вот я даже не вижу здесь на упаковке, чтобы здесь был прописан, ну, например, вот этот вот нюансик. Что вот каким образом усилить и по-настоящему эффективно использовать раствор табачной пыли. Во многих случаях раствор табачной пыли не работает. И иногда не работает даже опыливание. А в этом смысле раствор табачной пыли мне нравится гораздо больше. Почему? Потому что он очень хорошо вытягивает, экстрагирует вот это активное начало из табачной пыли. И можно его приготовить так, что он будет абсолютно-абсолютно эффективен. Вот для того, чтобы правильно приготовить настой табачной пыли, надо помнить, что никотиноидные вот эти активные вещества совершенно не выносят кислой реакции раствора. В то же время наилучшим образом они вытягиваются из этой табачной пыли и, можно сказать, активизируются очень сильно различными щелочными растворами. Ну, на основе чего можно создать щелочные растворы? В первую очередь, щелочность раствором, которыми мы обрабатываем наши растения, придает хозяйственное или зеленое мыло. Поэтому 100 грамм хозяйственного или зеленого мыла, но зеленое мыло разной концентрации бывает, поэтому лучше руководствоваться инструкцией. Ну, а когда дело касается хозяйственного мыла, ну, как правило, оно стандартное, твердый брусочек, вот 100 грамм натертого хозяйственного мыла на 10 литров воды является прекрасной такой подчелачивающей дозой. Однако же 100 грамм мыла, например, разведенного в литре воды, ну, является очень густой консистенцией, поэтому что-либо сварить с ним бывает достаточно сложно. Еще, а ведь нам надо настой этот варить, варить, то есть горячим способом настой надо приготовить для борьбы. Еще одним подчелачивающим раствором является, конечно же, зола. Примерно литровая банка золы на 10 литров воды дает нам очень хорошую щелочную реакцию, которая будет способствовать высвобождению вот этих самых неонакотиноидов. Поэтому, когда вы пользуетесь сухим способом обработки, там примерно 300 грамм табачной пыли надо на метр квадратный опылить ваши посадки капусты, лука, чеснока, для того, чтобы побороться с луковой мухой, крестоцветной бложкой, другими вредителями, морковной мухой, для этого нужно ее, те 300 грамм пополам, смешать с золой и распылить вместе с золой, потому что зола будет постепенно растворяться, табачная пыль будет постепенно разбухать на поверхности влажной почвы, и неонекотиноидные, не неонекотиноидные, а некотиноидные вот эти составляющие никотиноиды, они будут хорошо экстрагироваться именно в присутствии золы, именно в присутствии щелочей. Ну а вообще-то нужно варить табачную пыль примерно 30 минут, для того, чтобы максимально использовать ее потенциал. И варить, конечно, ни с золой, ни с мылом хозяйственным, варить ее неудобно. Для того, чтобы сделать хороший толковый настой, такой уже в конечной концентрации, необходимо делать настой примерно, отвар вот этот, в соотношении 1 к 10. Это означает 100 грамм на литр воды или килограмм на 10 литров воды. Ну, килограмм. Вот здесь вот у нас как раз 1 килограмм, понимаете? То есть в каком-то маленьком объеме воды вы его не очень-то и сварите, понимаете? Потому что, ну, она разбухнет, заберет сама по себе много воды, поэтому варить ее надо, ну, в достаточном количестве воды, чтобы там действительно получился хороший отвар. Ну, у кого есть печка, подтопили печку, если холодно, можно на печке сварить, можно на костерке в 10 литрах сварить, там на 2 кирпича поставить. Ну, каким-то образом надо приспособиться, ну, чтобы приготовить 10 литров отвара, конечно. То есть это достаточно много. Поэтому в этом есть определенная трудность. Но все-таки, все-таки 10 литров отвара надо сделать, потому что необходимо как следует проливать вот эти посадки лука, чеснока, моркови от этих всех мух. И примерно нужно, ну, около 10 литров на квадратный метр сплошных посадок. Ну, а если мы проливаем вот так вот по рядочкам, то есть не 10 метров проливаем, то, ну, примерно нам нужно на метр погонный вылить хотя бы 1 литр вот этого настоя. Ну, то есть достаточно много. И уж тем более нам хочется, чтобы этот настой был эффективным. И вот как же сделать его щелочным? Вот здесь нам на помощь, когда мы варим табачную пыль, придет, безусловно, крепкие щелочи, которые мы в быту можем найти в различных гранулированных средствах для прочистки труб. Чаще всего здесь в состав вот этих гранулированных средств входит едкий натор. И это, знаете, чайная ложечка, совсем немножечко чайная ложечка, это уже хорошо. Нам достаточно взять чайную ложечку на 10 литров воды, на 10 литров воды, чайную ложечку, для того, чтобы получить значительную щелочность раствора, в котором никотиноиды из табачной пыли экстрагируются наилучшим образом. Поэтому обязательно, когда вы делаете отвар из табачной пыли, из расчета чайная ложечка на 10 литров воды добавляйте вот этих вот средств гранулированных. Они могут быть очень разные, но в любом случае вот эта доза чайная ложечка на 10 литров воды является очень и очень эффективной. Если вы сделали вот такой вот щелочный раствор, вы все равно можете добавить 40-50 грамм мыла для того, чтобы улучшить прилипательные свойства вашего раствора, если вы будете опрыскивать растения, например, от лей, от паутиного клеща и от комплекса вредителей. Если же вы проливаете, то мыло уже добавлять изолу не нужно, потому что он уже в достаточной степени щелочной. Ну, если кто-то, конечно, опасается использовать вот эти вот средства для прочистки труб, хотя в этом абсолютно ничего такого нет. Растения замечательно это все выдерживают, все очень хорошо. Ну, возьмите литровую банку золы, проварите ее в там нескольких литрах воды тоже, и вот отсидите этот раствор и дальше используйте в дозе на 10 литров отвара табачной пыли. То есть килограмм табачной пыли, до 10 литров доведите этот зольный отвар и варите в нем табачную пыль, настаивайте потом в течение ночи, максимум суток, и свеженьким раствором пропрыскивайте или проливайте ваши растения от комплекса вредителей. Ну, я вот именно этот способ вот рекомендую для пролива против луковой морковной мухи, потому что опрыскать у нас есть много чем, много способов для опрыскивания. А вот для борьбы с вот этими почными вредителями, ну, есть не так уж много эффективных средств. Обратите внимание, что такая процедура в значительной степени поможет избавиться также и от различных минеров. Это вот эти всякие маленькие личинки, которые проделывают ходы, такие белесые ходы, и в листьях лука, чеснока и лук потом зеленый очень неприятно употреблять в пище. Вот такие проливы будут в значительной степени способствовать и профилактике подобного рода повреждений. Что ж, надеюсь, этот способ поможет вам сделать борьбу с луковой и прочими ростковыми, там, порейными, морковными, прочими мухами эффективным и безопасным. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok